Блаковский муниципальный район по объёму инвестиций в основной капитал стабильно занимает лидирующие позиции. Поэтому на самых различных уровнях позиционируется как локомотив экономического развития области. Глава Блаковского района Александр Соловьёв выступил с традиционным инвестиционным посланием, в котором он рассказал об основных достижениях в году минувшем и о том, что будет сделано в 2018. В 2017 году Блаковский муниципальный район укрепил свои позиции в реальном секторе экономики и социальной сфере. Суммарный объём отгруженной продукции и оказанных услуг составил 145 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем в 2016 году. Промышленными предприятиями района отгружена продукция собственного производства на сумму 138 миллиардов рублей. Это почти на 5% больше к уровню 2016 года. Положительная динамика обеспечена в основном за счёт увеличения объёмов производства в пищевой отрасли, химической промышленности, в производстве РТИ и, конечно же, в энергетике. Крупные промышленные предприятия вносят большой вклад в развитие района. Саратовская ГЭС, Блаковская АЭС, АО «Апатит» и другие компании постоянно модернизируются, а потому на их базе реализуются инвестпроекты. В позиции стратегического развития эти инвестпроекты дадут следующие дивиденды. Саратовская область войдёт в число лидеров в стране по производству энергетического оборудования и каждый из реализуемых инвестпроектов, помимо базовой отдачи, связанной с новыми рабочими местами и налогами отчислений, принесёт технологическое обновление, включая новую кадровую формацию. По словам Александра Соловьёва, Блаковский район очень привлекателен для инвесторов, потому что у нас есть во что вкладывать средства. Перепроизводство зерновых, к примеру, требует переработки зерна, а значит для этого необходимы современные предприятия. Также надежды возлагаются и на другой сектор агропромышленного комплекса – молочное и мясное производство. Кроме этого, в нашем районе есть все предпосылки для развития речного транспорта. В своём инвестиционном послании губернатор Валерий Васильевич Радаев поставил задачу в среднесрочной перспективе кратно увеличить объёмы перевозок речным транспортом, который более экологично чистый и менее затратный по сравнению с автомобильным и железнодорожным. Это тоже в своём роде вызов и призыв к активным действиям. Будем работать над этой задачей и создавать все необходимые и подготавливать новые портовые отгрузочные мощности, которые позволят значительно нарастить поставки различных видов сырья, в том числе сельхозпродукции, не только на внутрироссийский рынок, но и на зарубежный. Развитая транспортная инфраструктура также помогает привлекать инвестиции. И для этого будет построена новая дорога, соединяющая Азию и Европу. Серьёзные планы по привлечению инвесторов – это участие области в мегапроекте по строительству современной магистрали международного значения Гамбург-Шанхай. 600 километров которой практически эта треть пройдёт по территории области. Из них 55 километров по территории Балаковского района. Это новые стандарты сопутствующего бизнеса. Подобные мегапроекты предполагают комплексный подход и мультикативный эффект. Что же делается для того, чтобы сформировалось эффективное взаимодействие между бизнесом и местной властью, и инвесторы пришли в Балаковский район? Мы стараемся повысить прозрачность принимаемых решений при реализации инвестиционной политики, сократить сроки прохождения административных процедур и снизить административные барьеры при предоставлении муниципальных услуг. Для развития новых производств и привлечения новых инвесторов в Балаковском районе имеется 20 свободных производственных площадок, оборудованных инженерной инфраструктурой. Площадки расположены как в черте города, так и на территории сельских поселений. Определяющим показателем оценки уровня жизни, конечно, является заработная плата. По статистике в Балакове средняя зарплата приближается к 30 тысячам рублей. Кто-то не верит и сомневается в достоверности этой цифры, но статистика, как говорят, не обманывает. В Балаковском муниципальном районе ее уровень является более высоким в сравнении со средним по Саратовской области. По предварительным данным, по итогам 2017 года она составила более 27 тысяч рублей, но не менее 106% к 2016 году. Как бы то ни было, за последние годы в Балаковском районе заметно выросло число промышленных предприятий. Есть направления, которые еще предстоит развить. У нас есть к чему стремиться. Были бы деньги и взаимопонимание. Нам важен каждый инвестор, занимающийся производством, независимо от вида деятельности, масштаба бизнеса и объемов вложенных средств. При возникновении проблем производственного характера можно всегда обращаться с конструктивными предложениями. Администрация Балаковского муниципального района готова оказывать всестороннюю поддержку в рамках своих полномочий. В дальнейшем мы будем проводить совещания в режиме круглого стола с представителями бизнеса разных сфер деятельности не реже, чем один раз в квартал для обсуждения проблем и принятия совместных комплексных решений.